Чем опасна РСЗО М-270 МЛРС? С 1983 года в армии США используется реактивная система залпового огня М-270 МЛРС. Позже эта РСЗО поступила на вооружение других армий. Несмотря на солидный возраст, М-270 сохраняет высокие боевые качества и остается основным образцом своего класса в армиях нескольких стран. Такие успехи основываются на ряде особенностей конструкции, наличии различных боеприпасов и т.д. РСЗО М-270 МЛРС в боевом положении. Особенности конструкции. Боевая машина М-270 представляет собой гусеничную платформу с установленной на ней артиллерийской частью. Шасси по агрегатам унифицировано с БМП М-2Брадли, что упрощает эксплуатацию и обеспечивает высокие характеристики. Артиллерийская часть М-270 была разработана с использованием интересных решений, ставших ключом к последующей модернизации. В отличие от других РСЗО, американская М-270 не имеет пакета направляющих для запуска реактивных снарядов. Вместо него используется пускозаряжающий модуль М-269. Он выполнен в виде бронированного короба с посадочными местами для двух транспортно-пусковых контейнеров. Для установки последних М-269 имеет собственный механизм перезаряжения. За счет такого механизма ТПК с ракетами могут приниматься с любой транспортной машины. Стандартный контейнер для неуправляемых ракет калибра 227 мм состоит из металлической рамы и шести стеклопластиковых труб с ракетами, выполняющих функции направляющих. За счет спиральных полосков на стенке трубы обеспечивается раскрутка ракеты при запуске. Старт 227 мм неуправляемой ракеты. Артиллерийская часть М-270 принимает сразу два контейнера, что позволяет выполнить залп из 12 ракет калибра 227 мм. После стрельбы контейнер извлекается, а на его место устанавливается новый. Подобная архитектура пусковой установки в известной мере упрощает подготовку к стрельбе, а также дает хороший задел для модернизации. Изделие М-269 имеет значительный внутренний объем, пригодный для использования не только ТПК по 227 мм ракеты. Так, в рамки этой артиллерийской части удалось вписать оперативно-тактическую ракету МГМ-140 калибра 610 мм. Наличие такого боеприпаса резко расширило круг решаемых задач и РСЗО, а также перевело его в другой класс техники. Нетрудно заметить, что иная архитектура пусковой установки М-269 не позволила бы получить подобные результаты. Реактивные снаряды Для РСЗО М-270 МЛРС была разработана широкая номенклатура боеприпасов разных типов и различного назначения. Наиболее массовыми являются неуправляемые реактивные снаряды с отличающейся боевой нагрузкой. Изделия линейки М-26 предназначаются для поражения различных площадных целей в широком диапазоне дальностей. М-27 и М-28 представляют собой учебные боеприпасы с разной комплектацией. Модуль М-269 без ТПК, вид сзади. Снаряды М-26 Трех модификаций получают кассетную головную часть, вмещающую до 644 осколочно-кумулятивных боевых элементов. М-77 или М-85 Максимальная дальность стрельбы в линейке М-26 45 километров Изделие М-27 представляет собой инертную ракету М-26 предназначенную для отработки загрузки боекомплекта. Учебный снаряд М-28 повторяет конструкцию М-26 но несет весовые имитаторы боевой нагрузки и дымовые шашки для маркировки точек попадания. Учебная ракета М-28А1 отличается сокращенной до 9 километров дальностью стрельбы. В рамках проекта ГМЛРС были разработаны несколько управляемых ракет калибра 227 мм с разными вариантами боевой нагрузки и летными характеристиками. Снаряд М-30 оснащен ГСН с наведением по сигналам системы GPS и несет 404 субоеприпаса М-85 Дальность стрельбы до 70 километров Ракета М-31 имеет схожую конструкцию, но несет моноблачную боевую часть. В ближайшее время ожидается начало эксплуатации ракет ГМЛРСЕР Изделие с дальностью полета до 150 километров. Основная масса реактивных снарядов для М-270 была разработана в США, но несколько образцов создали в зарубежных странах. Так, немецкая ракета АТ-2 основывается на конструкции М-26 и несет кассетную головную часть с одноименными противотанковыми минами. Такой боеприпас предназначается для дистанционного минирования местности. В недавнем прошлом Израиль провел модернизацию своих М-270 и дополнил их боекомплект тремя новыми ракетами с коррекцией на траектории или с полноценным самонаведением. Процесс загрузки ТПК на пусковой модуль. Вверху справа выдвижная рама подъемного устройства. Оперативно-тактические ракеты. У армии США в настоящее время отсутствуют специализированные оперативно-тактические ракетные комплексы. Функции такой техники возлагаются на имеющейся РСЗО М-270 и М-142 HIMARS Для использования на МЛРС Были разработаны ракеты семейства АТАКМС На установке М-269 Помещаются два ТПК с подобным оружием. Изделия семейства МГМ 140 АТАКМС Представляют собой управляемые баллистические ракеты длиной менее 4 метров диаметром 610 миллиметров. Стартовый вес, в зависимости от модификации, не более 1700 килограммов. Разработано несколько версий ракеты, отличающихся средствами наведения, боевой частью и характеристиками. Первая ракета семейства МГМ-140 АТАКМС Имела систему наведения на основе инерциальной навигации и доставляла 950 осколочно-фугасных элементов М-74 На дистанцию до 130 километров. В проекте МГМ-140Б использовали инерциальную и спутниковую навигацию. Количество субоеприпасов сократили до 275, что улучшило летные данные и повысило дальность стрельбы до 165 километров. Ракета АТАКМС Слева И ТПК с 227 мм снарядами Наиболее новой ракетой линейки является МГМ-168 Она несет 227 кг унитарную осколочно-фугасную боевую часть и имеет ГСН от МГМ-140Б Дальность доведена до 270 километров. Новые модификации не разрабатывались. С 2018 года реализуются программы продления сроков службы. АТАКМС ЛЭП Она предусматривает ремонт и обновление ракет на хранении с приближением и характеристик к проекту. МГМ-168 В 2016 году стартовали работы по новой ракете для замены устаревающих. АТАКМС Проект ЛПРФ Предусматривает создание оперативно-тактической ракеты с дальностью до 500 километров. За счет совершенствования отдельных компонентов следует увеличить боевую нагрузку и сократить габариты. В транспортно-пусковой контейнер для М270 следует вписать сразу две ракеты. В ближайшее время компании Рэйфиан и Локхид-Мартин планируют запустить летные испытания новой ракеты, теперь носящей название ПРСМ – ПРЕСИЖЕН-СТРАЙК-МИСАЛЬ. В связи с выходом США из договора АРСМД не исключается возможность переработки этого проекта с целью увеличения дальности стрельбы. 500 километров, указанные для ЛПРФ-ПРСМ, были связаны с ограничениями этого соглашения, теперь потерявшими свою силу. Схема ракеты М26А1-А2, по имеющимся данным, для ПРСМ, не будут разрабатывать новые пусковые установки. Такое оружие будет использоваться на платформах в виде РСЗО М270 и М142МРС, универсальное оружие. По открытым данным, в армии США сейчас имеется около 1000 РСЗО типа М270МЛРС. Примерно четверть этого количества в последние годы прошла модернизацию по проекту М270А1, в результате чего отличается улучшенными тактико-техническими характеристиками. Значительное количество таких РСЗО выведены в резерв, но эксплуатация прочих продолжается. За три с половиной десятилетия службы РСЗО М270 прошли большой путь. Неоднократно осуществлялась модернизация пусковой установки, а параллельно создавались модификации существующих боеприпасов и разрабатывались совершенно новые. В итоге вместо реактивной системы залпового огня с определенным кругом решаемых задач армия США получила многоцелевой ракетный комплекс, сочетающий в себе качество техники нескольких классов. Используя боевые машины М270МЛРС с разными боеприпасами, США и другие страны-эксплуатанты могут решать разные боевые задачи, свойственные РСЗО и ОТРК. Такой подход планируется сохранять и в будущем. Для замены существующих ракет Создается новый образец Запуск изделия Появление такого оружия вновь повысит боевые качества базовой РСЗО, причем рост может быть выше ожидавшегося ранее. По результатам последних событий США не сталкиваются с ограничениями договора РСМД, и дальность перспективной ракеты может быть больше ранее заявленных 500 километров. Высокий боевой потенциал комплекса М270МЛРС обеспечивается несколькими основными факторами. В первую очередь, это удачная архитектура пусковой установки, заряжаемая при помощи унифицированных транспортно-пусковых модулей. Второй фактор – постоянная модернизация средств и оснащение самоходной боевой машины. Решающее значение при этом имеет разработка новых ракет разного назначения. Несмотря на немалый возраст, РСЗО М270МЛРС сохраняет высокие характеристики, а в ближайшем будущем получит новые возможности. Благодаря этому армия США получает возможность продолжать эксплуатацию не самых новых машин без какого-либо проигрыша в характеристиках. Со временем, М270 должны будут уступить свое место более новым разработкам, но пока это остается делом отдаленного будущего. В ближайшие годы, МЛРС будет оставаться в войсках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова